Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня будем менять ремень и натяжной ролик на автомобиле Славута. Этот сам относится к Тавре и к Сенсу. Итак, начнем. Я купил ремень ГРМ фирмы Аврора. Подходит для автомобилей ЗАСа 1902, 1905 и Диаэлл Санс. Имеет такой внешний вид. Это какая-то прострочка усиленная. Возможно будет хорошо работать. Размеры его 9,5х94х19. Ролик фирмы ЛСА, чешского производства. Пизематично запаянный. И, возможно, хороший. Но угол не из дешевых. Для начала необходимо ослабить затяжку ремня генератора. И слегка сдвигаем генератор назад для уменьшения натяжки ремня. После этого можно ремень снять со своего места. Для этого я просто убираю пружину с натяжного ролика. И тогда он уже спокойно выходит со своего паза. Теперь можно снять его, аккуратно пропустив вниз. Вот он сошел. Теперь можно его вынуть. Заодно проверить внешний вид, чтобы не было нигде задиров, расслоений и трещин. Уже немножко трещинки пошли. В дальнейшем можно будет его заменить. Видно, что старый ремень стал немножечко тоньше. Черная срезина. И в своем основании у него нет красной полоски. Значит он не такой усиленный. Если согнуть старый ремень, то видно на нем такие микротрещины. Что чревато в дальнейшем его разрывом пути. Вот видно какие они. Распредвала и коленвала заранее выставлены в верхней мертвой точке. Поэтому мы с зажиганием не собьемся. Теперь откручиваем два болта крепления натяжного ролика. Плюс здесь на 12 и сюда спокойно вмещается головка. Такой имеет внешний вид. Один болт идет регулировочный. Второй фиксации. Видно, что шарики уже заедают. Посыпались ржавой внутри. Замена обязательно. Смазка не поможет. Раскручиваем крепление ролика и снимаем. Снова идет в сборе. Уже с направляющей. Поэтому нет необходимости ставить старый болт. Здесь почти неплохо закрыт. Поэтому возможности смазки нет. Проверяем как крутится. Теперь крутится плавно, без заеданий. Можно ставить на машину. Одеваем ремень на шестерню коленвала. Заводим за натяжной ролик. И одеваем на шестерню распредвала. Наконец, ремень заправлен на свое место. Теперь необходимо сделать два поворота коленвала. И закрепить крепежи натяжного ролика. Теперь надеваем на место ремень генератора. И проводим натяжку ремня. С помощью подручного материала это может быть обычная монтировка. Так, чтобы ремень был как можно сильнее натянут. При нажатии на ремень он должен прогибаться примерно на один сантиметр. Ставим на место защиту ремня. Воздухозаборник и воздушный фильтр. Теперь нужно завести машину и проверить как она работает. Мы посмотрели видео о том, как заменить своими руками натяжной ролик и ремень РМ. Пишите все замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте здоровы! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok